да алло альфа банк сагая флера римзановна ведущий специалист департамента изыскания просвещено задолжение альфа банка ольга васильевна обращаем ваше внимание что вы находитесь на задолженности 83 дня у вас здесь перерасход по карте был очень долго находится на должности поэтому банка выставил требования оплаты произвести сегодня оплатила здесь вставляет 1020 рублей и также здесь комиссия за пакет услуг который нужно будет оплатить 1160 рублей общую сумму вас будет составлять уже пока 1000 так вы оплату сегодня будет сейчас произведу по телефону вы мне требования по телефону я вам оплату также по телефону ловите поймали хорошо отметьте что оплата произведена я также вас требования приняла поняла до свидосеки до свидосеки зафиксируйте оплату все вы должны были все поймать представлюсь отдел по работе задолженностью о мкк турбозайм зовут меня земля ги васильевич ведет связать разговора вам звонок вступает по поводу задолженности что у вас оплаты ничего не хотите деньги возвращать ничего ольга сергей вы не хотите деньги возвращать ничего вы готовите со мной диалог муки сумма актуальна на сегодняшний день 24 тысячи шестьсот девяносто дворцы десятки копейки требования компании оплатить долг в полном объеме сергей вы готовите со мной диалог ты звонка была помочь с вами позже свяжемся все дома фиксируйте отказ на сегодня время у вас до 17 00 откатка фиксирует придет коллектор всех есть Не заикайся, участковый придет, да-да, и тоже всех съезд, и прокурор придет, и зампрокурора придет, а за ним следом мировой судья, а потом федеральный судья. Все придут, все ко мне придут, да. Хватит народ смешить, лягушка бешеная, срос денег и денег в руки, долбанутые на всю голову. Все придут, все, страшно. Прощай, пошли. Слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Меня зовут Васильева Екатерина Владимировна. В целях контроля качества диалог наш не описывается. Могу я поговорить с Ириной Александровной? Слушаю. Вы Ирина Александровна? Да. Я звоню сейчас в управление по работе с управленной задолженностью по поводу Вашего потребительского кредита. Так, у Вас три кредитных договора на доследном этапе регулирования находятся. Сумма по ним на сегодняшний день составляет к оплате 36100 рублей. Банк выстрел требования в течение двух дней произвести оплату данной задолженности. Оплата будет не сена? Нет. Почему? Отказываюсь пояснять причину. Что? Отказываюсь пояснять причину. Причина задолженности в чем у Вас? Отказываюсь пояснять причину. Какие сроки готовы закрыть должность? Исключительно в рамках возбужденного исполнительного производства. У Вас по кредитной карте задолженность 3D. О каком производстве идет речь? Пожалуйста, звоните дальше. Так мы звоним. Обратно решается. Нет, я не буду ничего решать. То есть от платежей Вы отказываетесь? Отказываюсь. Чем Вам выгодно исполнительное производство? Не собираюсь ничего пояснять. Я вот слышала. Обязана в таком случае Вас предупредить о том, что в ближайшее время банк обратится в суд для решения вопроса по данным кредитным договорам. Вы сами себе не противоречите. Вы же сказали, какое может быть исполнительное производство, если у Вас 3 дня просроченная задолженность. Но если Вы не будете платить, срок то ведь будет увеличиваться. Я очень надеюсь, что все-таки банк обратится в суд. До свидания. Не занимайте мое время. Всего доброго. Здравствуйте. Слушаю Вас. Мария Владимировна, это Вы, верно? Да. За компанией Байофинансов специалист Васильева Ольга Валентиновна. Здесь записи разговора. Звонок поступил по поводу Вашей задолженности. Кредит тех, рост 79 дней. Просрочки суммы задолженности 14 548 рублей 50 копеек. Оплату необходимо произвести сегодня и завтра. Оплата поступает. Вам необходимо Вы и производите. Мне нет необходимости. Нет, это Вам необходимо. Это Ваше имя. Что Вы мне такое сказали? Голосы трубки? И что? Мария Владимировна, на сегодняшний момент. Я фиксирую отрицательный итог разговора, так как Вы оказались выполнить требования. Давай, меняет. Алло. Да. Здравствуйте, Зинаида Валерьевна. Ага. Коллекторское агентство ЮНОНО. Меня зовут Паршина Ирина Григорьевна. Разговор записан. Винаида Валерьевна, звоню по задолженности в компании Деньга. Вы на просрочке находитесь? А ЮНОНО здесь при чем? А право требования в компании Деньга передо... Вы новый кредитор мой? Нет. Оплату вы производите также в компании Деньга. Не могу говорить право требования. Значит, Вы привлечены по агентскому договору. Агентский договор у Вас в компании Деньга заключен. Ой, Господи. Не будет же к Вам звонить девочки с офиса? Правильно? Ну, Вас, я не знаю. Они могли по цессии переступить по 382-й. Я уточняю. Могли по агентскому просто привлечь Вас для работы по возврату просроченной задолженности. Понимаете? По агентскому договору. Поэтому мне надо четко понимать, какова же картина происходящего. Куда денежные средства оплачивают? Нет. Это очень разные вообще моменты, понимаете? Смена кредитора, как Вы сказали, что Вы привлечены, да? И агентский договор просто. Это вообще две абсолютно разные ситуации. Я просто смотрю, что Вы как-то странно оформляли это займы. Да и Вам это не должно Вас это касаться. Вы агенты. Вы должны позвонить. Напомните наличие посрочной задолженности. Пожелать мне хорошего дня и попрощаться. Все, что Вы по своему агентскому можете, не продолжайте. Во-первых, у Вас гарнитура хреновая, Вас практически не слышно. Кто скрывается, я всегда на связи. Выбирайте выражения. Выводы будете Вы делать, чтобы в жизни не в темностью стали. Понятно тебе, нет? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Увыдомляю Вас из-за разговора, звонок он поступает у столичного агентства по возврату долгов. Я являюсь специалистом финансового контроля. Зовут меня Катырская Ирина Евгеньевна. Сергей Михайлович, услышать могу? Нет. Нет? А кем он Вам приходится? С его телефоном? Я укажу, кем он мне приходится. Ну, он ранее отвечал по его телефону. Ну, это было давно и неправда. Теперь я буду отвечать. Нет, это было недавно. Это было давно и недавно. Скажите, пожалуйста, с ним как связаться могу? Никак. Это его телефон, да? Да. Наш номер телефона в таком случае запишите, передадите ему, пусть он перезвонит к нам, важная информация. Передается за денежные вознаграждения. За бесплатно работать с вами. Теперь звоним чуть позже тогда. До свидания. Пока. Собирай деньги. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Александровна. День добрый. Компания МБА Финансов. Специалист Серегина Екатерина Игоревна. Идет в записи разговора. Я звоню по вопросу задолженности. Компания МБА. Как у вас там в МБА людей сидит, а? Вы ведь, суки, как тараканы. Вот за полдня уже столько фамилий на таком фоне. Вы там размножаетесь, по-моему, плодитесь. Вы без выходных работаете. Вы постоянно. Вы, по-моему, там на этом месте и рожаетесь, и плодитесь. Здравствуйте. Да, хорошо. Нам своя компания Веб-банкир. Меня зовут Антонова Елена Александровна. Надежда Александровна? Да. Для получения информации даты рождения озвучите вашу? В прошлом веке. Что? В прошлом веке родилась в эпоху мамонтов. В прошлом веке родились? Может быть, как-то посерьезнее, Надежда Александровна? Что вы с тобой устраиваете? Меня просто заморозили еще давно. А, заморозили, да? В прошлом веке родились в эпоху мамонтов. А, заморозили, да? Да. В прошлом веке родились в эпоху мамонтов. Записываются. Представляю интересы Ренессанс-Кредитбанка. А, скажите, пожалуйста, Юлия Петровна, вам получили письмо либо СМС-уведомление о том, что ваши документы для сопровождения находятся у нас? А как у вас имеется неразрешенный вопрос? Наша задача на стадии телефонных переговоров вопрос улазить. А вам сейчас, возможно, нужно закрыть просрочку по денежному кредиту 11 тысяч рублей нужно оплатить до 18 февраля. Почему нарушаете договор, Юлия Петровна? Что у вас случилось? У меня все шикарно. Так, а почему тогда нарушаете договор по денежному кредиту? Потому что знать тебе не положено. Вы работаете? Какая тебе разница? Ну, давайте соблюдать субординацию. Давайте бездавайте. Какую субординацию менеджера СССР? Или отсутствие воспитания Юлия Петровна? Иди загугли это слово и посмотри, что такое. Субординация. А у вас образование какое? Какое образование вы посовариваете? Конечно, высшее юридическое. А у тебя какое? Триклассы закончила? Да вы что? Поэтому вы так разговариваете? Да. Поэтому вы так разговариваете, Юлия Петровна? Сейчас еще хреньки буду разговаривать. Видимо, как хорошо работать. Угу. Отлично умею. И можете выплачивать свои финансовые обязательства. Слова собери в предложение, со смыслом говори. На чего твою слушание собираешь? А в ваших словах какой смысл? Я тебе посылаю нахер. То есть у вас на большее не хватает, да? На большее ты недостойна. Могу еще другое слово применить. Ну, в принципе, смысл будет тот же. Явно не тебе буду объяснять, что я достойна, что я недостойна. Мне вообще все равно, что ты там вякаешь. Ты никто. Печально, что вам все равно на свое будущее. Поплачь. Мне плакать зачем? Ну все, прощаюсь тогда. Я в состоянии выполняю свои обязательства. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, открывайтесь на линии. Да. Скажите, пожалуйста, Мария Владимировна, это твой? Да. Это компания МБФ, специалист административного взыскания, коллекарный Сергей Юрьевич. Зачи разговора ведется. Сергей, ну я же тебе говорила, у меня много проблем. Нет, мы с вами не общались. Да как же не это? И как ты у меня гуляешь? Да, да, в компании МИГ-кредит. Понимаешь? И радуга у нас не та была с тобой. Как же это так не было? 63 559 рублей, 55 копеек. Не убегай, не убегай, не карпов. Тебе должна звучать просто все. И требования к кредитору, оплата всей суммы сегодня. Ты прям так торопишься, торопишься, и ну ладно, я тебе позволю. Не-не-не, проблемой еще больше их стало, понимаешь? Да. Какие у вас проблемы, скажите, пожалуйста? Да я же тебе говорю, и дожди были метеоритные. И лошадь я лошадила, и собака осабатилась. В общем, проблемы жучка. То есть оплату вы производить не собираетесь, да? Нет. Так, а при чем здесь ваше сельское хозяйство? Как это при чем? Там еще ваши домашние питомцы и ваши задолженности. Это в первую очередь надо решить проблемы, а потом уже задолженность. Нет, в первую очередь нужно решать задолженность. Какая карта, ну хватит тебе. Нормальный был, хватит, но денег хватит. Хватит. Я нормально с вами общаюсь. Ну нормально, зафиксируй нормально отказ, на неделю вперед зафиксируй. Нет, нормально отказ, на неделю вперед зафиксировать вам ничего не буду. Не будешь, да? Слушай, я тебе сейчас опять к Юрочку отправлю. Он мне, кстати, вчера звонил. Какой, Юрочка? Который пидорасик, забыл что ли? Нет, я не помню. Я с вами не общался, понимаете? Какая у тебя плавница, девичья? Да, конечно, ты со мной не общался, обязательно. Я-то с тобой общалась, значит, и ты со мной общался. Нет, я с вами не общался. В общем, что будем делать с оплатой? Да что мы будем делать? Отказ фиксировать и кредитору разговор отправлять, что вы там. Нет, отказ фиксировать, я не буду. А, в инспекцию усиленную, углубленную, расширенную мне надо обязательно направить. Они так и не приехали, снег так и не почистили. А снега много. Да. Хорошо, я понял вас. Как обычно, вам отказ, да, зафиксировать? Да, да, да. Не, мне не как обычно, мне сегодня, там, смотрите, Отказ от оплаты, а потом нарисуйте цветочков мне, пожалуйста. А можно отказ, например, зафиксировать? Под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, фиксируй. Алло. Зинаида Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, судебный отдел ООО МКК Трубазай. Меня зовут Волохов, Иван Александрович. Разговор записывается. Он поступает по поводу вашего долга. У вас суммокоплате 18 тысяч 473 рубля 84 копейки. Вы деньги подготовили? Ты чё там, Волохов, убился, что ли? А что так научил вопросы-то ставить, а? Вы деньги подготовили? Да с хера ли я их должна подготовить-то? А вы у знакомых и занимали? По-другому в следующий раз обязательно говоришь. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Не могли бы вы мне ответить, вы будете оплачивать или нет? Вы деньги подготовили. Ты, блядь, совсем, что ли, там долбанулся? Нахрен пошёл. Я тебя не оскорбляю, я тебе просто говорю, что ты кретин.